Нина оба. Так этот праздник называют в Грузии, где святую Нину почитают особенно и считают своей покровительницей. Ведь именно она обратила жителей языческой иверии, так раньше называли Грузию, в христианство, которое и стало государственной религией страны с 326 года. Главный символ пластунского храма имени святой – это виноградная лоза. Как говорится в Святом Писании, свой крест Нина несла, обвит именно виноградной лозой. Вот уже 15 лет в честь престольного праздника прихода на пластунку съезжаются прихожане со всех храмов города. Нина равноапостольная собирает всех, не только Нин, но и всех православных верующих. Многие настоятели сегодня приехали, это очень радует. Хочу всех сочинцев обнять, поздравить с новыми какими-то планами, с мыслями, чтобы Господь услышал все, что послужит ко спасению наших душ. В престольный праздник в храм святой Нины приезжают и священнослужители из московского прихода имени святого Георгия Победоносца. Это тоже многолетняя традиция. Порой тут встречаются даже семьи. Всегда стараюсь приезжать сюда, чтобы, во-первых, поддержать своего брата, во-вторых, конечно, обогатить и сплотить вот эти наши два прихода, и, естественно, потом, чтобы наши два народа вместе молитвами святой Нины славили и воспевали Господа нашего Иисуса Христа. В храме в этот день всегда много Нин. В свой день ангела они считают обязательным помолиться святой, имя которой носят. Остальные приходят по велению души и сердца, в том числе пообщаться с духовным отцом. Просто чувствую потребность в этом уже. Я думаю, что нашла то, что искала. Покой, любовь, понимание, прежде всего, правильное понимание веры, религии. В следующем году праздник Нинооба. В день, когда на пластунку стекаются десятки верующих, встретят в стенах нового храма, который строится на въезде в село. Архитектура, да и сама роспись здесь будут выполнены в традиционном этническом стиле. Опять же, для чего? Для того, чтобы наши близкие и родные сочинцы или гости нашего курорта, которых множество, видели все то разнообразие, которое представляет собой православная культура. Потому что, чтобы это узнать, многим людям приходится ездить за границу, а не укаживаясь такая возможность. И вот такой уголочек православной Грузии вот здесь у нас будет в нашем городе. Сегодня же праздник завершился еще одной традицией храма – праздничной трапезой. Инга Габейшая, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.